Всем огромный привет! Меня зовут Аня. Спасибо, что заглянули на мой канал. Все те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я уверена, мы подружимся. Ну, а те, кто не в первый раз, еще раз огромный привет. Я очень рада вас видеть. Сегодня я для вас подготовила сводч-видео. Вот эти вот пять оттенков от Belor Design. Это помады для губ из линейки Satin Colors Lip Cream Crayon. Это такие помады в виде такой, помады-карандаша, очень похожие чем-то на чаби-стики от Clinique. Вышли они в пяти оттенках, от одного до пяти. По-моему, если не ошибаюсь, вышел, по-моему, еще шестой оттенок, но у меня его, к сожалению, нет. У меня вот эти только пять. Вот. У меня сейчас на губах оттенок номер три. И, мне кажется, он подходит под мою вот эту вот блузу, под мой вот этот вот нежный такой макияж и образ. Сами помады очень красивых оттенков. Вот в плане оттенков, на самом деле, я была очень приятно удивлена, когда я их увидела и сказала, е-мое, Belor Design, вот в этот раз вы прям молодцы. Потому что периодически с оттенками там очень все так странно и спорно. Здесь же подборка офигенных оттенков. Они, в принципе, и тут и повседневные, и чуть ярче, и есть прям такой очень насыщенный оттенок. В общем, в этом плане не докопаться. Сами помады очень приятно пахнут, очень хорошо носятся. Несмотря на то, что у них такая кремовая текстура, они достаточно стойкие на губах. Вот вы видите у меня на губах эту помаду. Я хожу уже с ней, наверное, второй или третий час. И она у меня как нанесена, так и есть на губах. Да, она не совсем переживает какой-либо перекус, но кремовой помады особо и не славятся огромной стойкостью. Но, опять же, ее очень легко подправить. Она за счет своей формы вот этого вот карандаша очень легко и красиво подправляется. Ее можно наслаивать. Можете набить пальчиком для легкого оттенка. Некоторые оттенки можете наносить как румяна. Все прекрасно, все круто. Финиш у нее, как видите, такой кремово-матовый. Я бы не сказала, что она такая кремовая помада, которая очень глянцевая. Она такая более... чуть более приглушенная у нее блеск. Вот. Что еще хочется по поводу этих помад сказать? Да, как и все кремовые помады, это единственные помады, которые мне чуть подсушивают губы, к сожалению. Но это лично моя фишка. У меня со всеми кремовыми помадами так. Я ношу блески, и с блесками у меня нет проблем. Я ношу матовые помады сухие, которые убивают всем губы. У меня все прекрасно. Кремовые же помады, несмотря на то, что мне очень нравятся, как они выглядят на финише на лице, на губах, они меня чуть подсушивают. Но такова моя реальность. Вот. Я могу сказать, что по оттенкам мне, наверное, все-таки понравились все. Как бы странно это ни звучало. Но сейчас просто-напросто я покажу вам все эти пять оттенков. Вы посмотрите. И обязательно напишите мне в комментариях, какой из оттенков вам понравился больше всего на моих губах. А если пробовали, то тоже напишите. В общем, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное вам за просмотр. Ставьте свои лайки и подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Целую.